Дамы и господа, Франция в огне! И хаос, который мы наблюдаем В этой стране на 100% срежиссирован СМИ Которые лгут с телеэкранов Но не спеши верить всему, что они говорят Посмотри на это Это массивная пропаганда Которая распространяется по интернету И в этом видео ты узнаешь Кто и зачем за ней стоит Да, во Франции все-таки происходят Значимые для нас события Но мы должны понимать, что СМИ По заказу глобальной элиты Сильно преувеличивают картинку И искажают причины происходящего Они хотят, чтобы мы поверили Что это происходит из-за того Что случилось с 17-летним мальчиком Он был просто доставщиком Которого застрелили во время Случайной остановки на дороге Так-то она так Но они скрывают от нас реальную причину И сегодня я объясню ее Всему миру Я понимаю, что мой канал не позволяет Мне добиться такой цели Но буду достаточно наглым Чтобы попросить тебя поставить лайк Прямо сейчас Давай наберем 5000 лайков Так это видео сможет увидеть 50 тысяч человек 50 тысяч человек поймут Что большинство верят лжи И поэтому я буду рад Что не зря сделал это видео Большое спасибо за поддержку Итак, посмотри на этот видеоклип Вождение этого молодого человека Было крайне опасным И он не должен был садиться за руль В первую очередь Потому что ему 17 лет Во Франции тебе должно быть 18 Чтобы получить права Он представлял опасность Для окружающих людей В общественном месте Вот почему против него Применили огнестрельное оружие Во Франции с 2017 года Разрешено открывать огонь По транспортному средству Если оно не соответствует Требованиям безопасности И представляет собой угрозу Для окружающих Но эта защита Выглядит невероятно бесстеремонно Не так ли? Я имею в виду Что нет причин стрелять в кого-то Только потому что он несовершеннолетний Понимаешь Насколько опасными Могут быть заявления Мейнстримных СМИ Которые говорят Что это нормально Стрелять по водителям Только за то Что они несовершеннолетние Но посмотри На следующий ролик Сегодняшнее убийство Надо сказать Стало третьим Смертельным случаем Стрельбы на дороге В прошлом году Их было рекордное количество 13 штук Я имею в виду Это говорит о том Что здесь что-то не так Но опять же Люди Это лишь официальная причина Ты можешь подумать Что то что происходит во Франции Невозможно В США В Австралии В Канаде В Великобритании И в любой другой стране Нет люди Мы должны проснуться Прямо сейчас Потому что Франция Это предупреждение Для всего остального мира Что если мы совершим Те же ошибки Что и они сейчас Создавая причины Для рекордной иммиграции Стремление По переходу На возобновляемые Источники энергии Из-за которых Стоимость жизни Выходит из-под контроля То и нас постигнет Та же судьба Может именно поэтому Швеция выбирает Ядерную энергетику И может быть Поэтому именно Швеция Никогда не водила Локдауны Во время Коронавируса Что на самом деле Стоит за гневом И протестами Это ненависть К президенту Франции И пока творился Весь этот хаос Пожары Поджоги И грабежи Он наслаждался Своим временем Танцуя на концерте Элтона Джона Это похоже на то Что делали все наши Политики во время Ковида Пока мы все были Заперты в локдаунах Когда нас штрафовали За не ношение маски Они все гуляли Без масок И просто смеялись Над всей этой ситуацией Да, Макрон Начал вести себя Как диктатор Принимая все эти законы Даже не опираясь На голосование Многие люди Не знают Что Макрон Связан с династией Ротшильдов И долгое время На них работал Кроме этого Он является Марионеткой Всемирного экономического Форума Да, мы наблюдаем Тенденцию Когда в правительство Попадает большое количество Банкиров И далеко не факт Что они преследуют Интересы народа Но еще один вопрос Который мы должны Задать Это рекордная Миграция В тот момент Когда у нас Зреет кризис С жильем И когда зарплата Не поспевает За инфляцией Хорошая ли эта идея Продолжать политику Рекордной миграции Сейчас И последний вопрос Кто получит Наибольшую выгоду От этого массового Миграционного хаоса И беспорядков Кто больше выиграет От последующей Перестройки мира Именно об этом Это видео Это очень-очень важно Потому что то Что происходит во Франции Придет и в твой город Тоже Может быть без хаоса Может быть мирно Но придет Посмотри на это Связь французского лидера С Ротшильдами Это тема отдельного видео Но проще говоря Они наживались На множестве войн И были причиной Многих беспорядков До этого Самой большой Уязвимостью Французского президента Является его связь С международной Банковской системой Которая была Одержима этой страной На протяжении веков Теперь Очень важно В конце ты поймешь Почему Это старые деньги Это представители Старой финансовой системы И это очень большие И могущественные деньги О которых большинство людей Даже не подозревают Это те люди Которые фактически Давали взаймы Королям Давали взаймы Целым империям И правительствам И далее в статье Они признают Что это факт Работа Макрона В Ротшильдсенко Это факт В Парижском банке Макрон быстро Стал известен Как Рейнмейкер То есть человек Который генерирует Необычно большой доход Привлекая новых клиентов И новый бизнес Его главный навык Заключался в установлении Контактов С потенциальными клиентами Не зря Макрона Также назвали Моцартом Финансов Проще говоря Он был Огромным Манипулятором И именно поэтому Он стал таким великим политиком И опять же Если ты думаешь Что Ротшильд Это просто какая-то Безумная теория Заговора Послушай эту цитату Самих Ротшильдов В 1815 году Ротшильд Сделал свое Знаменитое Заявление Меня не волнует Какая марионетка Будет посажена На трон Англии Чтобы управлять Империей Над которой Никогда не заходит Солнце Тот кто контролирует Британскую денежную массу Контролирует Британскую империю А я контролирую Британские деньги Это происходило На протяжении Сотен лет Но опять же Возвращаясь к событиям Которые происходят Сегодня во Франции Мы видим что Общество Полностью развалено Сейчас Жизнь преступников Ставится выше жизни Невинных гражданских лиц И это происходит Не только во Франции Если убивают Невинного мирного жителя Это не вызывает Возмущения Не освещается В новостях Нет громких новостей Все идет Как обычно Но если Убивают преступника Из какого-то меньшинства Наступает Полный хаос И беспорядки И почему это происходит Я думаю Что СМИ стоят За большей частью Этого Организованного Хаоса Они усугубляют ситуацию Потому что они получают Огромную прибыль От этого хаоса И беспорядков Они получают Гораздо больше просмотров И гораздо больше Доходов от рекламы И кроме того Многие СМИ Были созданы Такими людьми Как Джордж Сорос И другими Очень влиятельными Фигурами Которые Которые преследуют Свои собственные Цели Давай вернемся В 2018 Год Когда произошло Событие Которое Называется Движение Желтых Жилетов Начало Этим протестом Положил Введенный Налог На топливо Кроме того Стоимость жизни Выходила Из-под контроля Хотя это было В 2018 Году До Этой сумасшедшей Инфляции Одна из старейших Демократий Мира Охвачена Гневом Тысячи протестующих Со всех уголков Страны Заполонили Улицы Парижа Мы стали Свидетелями Того Как беспорядки Преображают Город Движение Желтых Жилетов Началось В прошлом Месяце Когда люди Из рабочего Класса Восстали В ответ На введение Налога На топливо Президент Эммануэль Макрон Объявил Об отмене Налога Но уже Слишком поздно Протесты Переросли В более Широкое Восстание Теперь уже Против Президента Макрон Принял Еще одно Ужасное Решение Он Увеличил Пенсионный Возраст С 62 До 64 Лет Почему Во Франции Так много Злых Людей Сегодня На улицах Огонь Люди Атакуют Полицию Миллионы Людей По всей Стране Протестуют И проводят Страйки Демократия Сегодня Мертва Он Может подумать Что такого В том Чтобы повысить Пенсионный Возраст Но дело Не в том Что он Сделал Дело В том Как он Это Сделал Все это Подводит Нас К последнему Пункту И для Многих Самой Большой Причине Почему Не так Злы На Президента После Выборов 2022 Года Коалиция Президента Потеряла Большинство В Национальном Собрании Франции Поэтому Опасаясь Что эти Глубоко Непопулярные Изменения Не наберут Достаточно Голосов В парламенте Президент Решил Использовать Специальную Конституционную Власть Чтобы обойти Демократическое Голосование В парламенте Да Он Использовал Эти полномочия Чтобы принять Этот законопроект Без голосования Народ Не хотел Этого Но он Все равно Принял Его И вот С 2018 Года И началось Кризис Стоимости Жизни Повышение Налогов Низкие Зарплаты Затем Пандемия Повышение Пенсионного Возраста Без голосования И теперь Это последняя История С 17-летним Мальчиком Я не говорю Что полицейский Принял Лучшее Решение Но судя По видео С этим Мальчиком Это одна Из тех Ситуаций Когда хорошего Исхода Просто-напросто Нет Но даже Если полицейский Совершил Ошибку Разве Это дает Право Этим Эмигрантам Взрывать Машины Людей Отрезать Руки Грабить Разрушать Предприятия Не только Малые Но и Большие Фактически Разрушать Общество Бизнес И экономику Что Неизбежно Приведет К повышению Стоимости Страховки Жизни Росту Безработицы И так далее Но на самом деле Эмигранты Таким образом Просто ухудшают Свою репутацию Во французском Обществе Ну что сказать О нас Что сказать О людях Мы до сих пор Племенные Мы до сих пор Территориальны Даже переезжая В другие страны Люди стремятся Искать своих Строить сообщества В разных районах И так далее И я не говорю Что не должно быть Никакой эмиграции Но если Вы эмигрируете В другую страну Езжайте туда И уважайте Культуру людей Уважайте их образ жизни Их обычаи Если при этом Вы еще и вносите Свой вклад В это общество Открываете Личный бизнес Или платите налоги Это замечательно Но если Вы едете туда И вы ненавидите Эту страну И людей В этой стране И потом требуете Чтобы люди Соответствовали Вашим убеждениям Требуете от людей Соблюдения Ваших обычаев И вашей культуры А потом еще И требуете Подачек И социальных выплат И не получая их Идете на преступления Что ж Если бы я был Гражданином этой страны По рождению Я бы больше не хотел Видеть вас В своей стране И к сожалению То что мы видим В западном мире В США Австралии В Великобритании Франции Канаде Европе И так далее Их политики Ставят эмигрантов И их средства К существованию Выше своих граждан Они получают Подачки Они получают Пособия Они получают Помощь в оплате Жилья Продуктов питания И так далее И это именно тогда Когда граждане Этих стран Наблюдают Кризис Стоимости жизни И жилищный кризис Так почему же Они это делают Некоторые люди Строят теории Заговора Что на самом деле За этим организованным Хаосом Стоит желание Создать единое Мировое правительство И единый Мировой порядок Дестабилизировать Страну Вызвать Хаотические беспорядки Богатые города Разрушить А затем Внезапно Недвижимость Земля В этих городах И странах Становится Очень Очень Дешевой А далее На сцену Выходят Такие компании Как Блэк Рок Джей Пи Морган Фонд Джорджа Сороса Ротшильды И другие Блэк Рок И Джей Пи Морган Создают фонд Восстановления Украины Мы уже говорили Об этом Фонд Джорджа Сороса Был пойман На манипулировании Рынками Великобритании Он буквально повинен В большом крахе Британской валюты Да Глобальная элита Джей Пи Морган Блэк Рок Ротшильд Всемирный экономический форум Международный валютный фонд И другие Просто хотят Выкупать Ценейшие активы По супер низким ценам По всему миру Но и это еще не все Следующая новость Вышла буквально Перед новым витком Хаоса Во Франции Станет ли Франция Первой европейской страной Которая присоединилась К альянсу Брикс Как выяснилось Это вполне возможно Франция Только что Открыто выразила Заинтересованность В присоединении к альянсу И попросила Официальное приглашение На следующий Саммит Брикс В августе 2023 года Президент Франции Макрон Лично попросил Президента Южной Африки Пригласить его На этот саммит Как сообщается Президент ЮАР Был расстегнут Врасплох Этой просьбой И попросил Некоторое время Чтобы обсудить Эту идею С другими членами Брикс Прежде чем Принимать решение Членами Брикс Являются Развивающиеся экономики Так что Если Франция Действительно станет Новым членом Брикс Что конечно Не произойдет быстро То Франция Станет первой Западной Развитой экономикой Входящей в Большую Семерку Которая присоединится К блоку Развивающихся экономик Брикс Конечно Это посылает Очень четкий сигнал Что Франция Стремится Объединиться Со странами Глобального Юга Которые обладают Огромным количеством Природных ресурсов И это само по себе Является большой причиной Для Франции Для присоединения К блоку Южная Африка По-прежнему не прояснила Решит ли она Направить приглашение На саммит Другим международным лидерам В том числе и Макрону Так что Это не очень-то И похоже на теплый прием Но дай мне знать В комментариях ниже Что ты думаешь По этому поводу Напиши прямо сейчас У Макрона Не очень хорошее отношение С основными членами Или основателями Блока Брикс Например Он подписал Совместное соглашение С другими лидерами G7 Только в прошлом месяце В котором по сути Китай назван Цитата Величайшим вызовом Глобальной безопасности И процветанию В наше время Однако теперь Макрон стремится Стать партнером Китая Так что Действительно Очень интересная динамика Очень действительно Интересные события И я бы сказал Что это действительно Интересный И неожиданный Шаг Франции В попытке Присоединиться К странам Брикс Франция Все чаще Начинает высказывать Мнения Которые не совсем Совпадают с мнением Западного мира Страна уже начала Принимать китайский юань В обмен на сжиженный Природный газ Это был первый случай В новейшей истории Когда европейская страна Решила не использовать Американский доллар Для торговли товарами А китайский юань Поэтому нет ничего Удивительного в том Что Франция Теперь призывает Европейский союз Отказаться От использования Доллара США Чтобы избежать Определенных рисков И зависимости От Соединенных Штатов Еще более удивительно Что Макрон добавил Что Франция И Европа В целом Не должны быть Втянуты в кризис Который не является Их собственным Конечно он говорит О долговом кризисе В Соединенных Штатах О котором в Европе Никто не говорит Как будто его и не существует А также и о других проблемах Которые затрагивают Китай и США Например Тайвань Макрон недавно дал интервью В котором он подчеркнул Свою теорию Стратегической автономии Для Европы Которая согласно Его убеждениям И взглядам Позволит ей стать Цитирую Третьей сверхдержавой Что кстати говоря Идет против известной Американской доктрины Вулфавитца Которая говорит о том Что нельзя допустить Появление Никакой сверхдержавы В Западной Европе Инструментом Такой автономии Для Европы Макрон считает Блок Брикс И сейчас Мягко говоря Трудно представить Себе Европу В качестве Третьей сверхдержавы В то время Как Германия Вступает в рецессию И открыто говорит Что ей нужен Дешевый газ Чтобы оживить Своё производство Производство Же является Основой Немецкой экономики А на Германию Приходится Практически 30% ВВП Евросоюза Её рецессия Это и рецессия ЕС Так что пока Европа и Германия Не решат эти проблемы Маловероятно Что они станут Третьей сверхдержавой Но как К этим идеям Относится Китай Как сообщается Его лидеры Поддерживают Идею о том Чтобы Европа Пользовалась Определенной степенью Автономии По целому ряду причин Конечно Мы не будем В них вдаваться Потому что это политика Нас интересуют Только валюты Экономика Биткоин И финансовая система И действительно Блок Брикс Это прежде всего Экономический И финансовый союз Когда страны Начинают использовать Свои национальные валюты Для торговли Своими национальными ресурсами Для торговли Своими товарами И услугами Это делает их валюту Более ценной Потому что Это увеличивает Спрос на неё Поэтому Для развивающихся стран Для этих Развивающихся рынков Которые идут По этому пути Есть ряд существенных преимуществ Которые сделают Их экономику Сильнее В долгосрочной Перспективе Прежде всего Из-за отсутствия Необходимости Беспокоиться Про обменные Курсы валют И связанные С этими Сдержки У них будет Такая степень Автономии В управлении Своей валютой Чего у них Не было уже давно Поэтому Страны Брикс И заявляют О создании Единой валюты Которая будет Основываться На корзине валют Стран-участниц Или же Золоте Так вот Связаны ли Последние события Во Франции С ее действиями По отношению К Брикс С ее желанием Вступить в этот Альянс Как ты думаешь Напиши в комментариях Ну а теперь Я вставлю Свои пять копеек Если мы хотим Автономии И я сейчас Говорю не только Про Европу Но если Европа Желает автономии То колесо Изобретать не нужно Если любая Страна Желает автономии Колесо Изобретать Не нужно На этом канале Мы уже много раз Говорили Что есть инструмент Который может Помочь достичь Этой самостоятельности Это альтернатива Глобальной финансовой Системе Которая установилась На этой планете После второй мировой И эта альтернатива Называется Биткоин Или криптовалюта И в скором времени Я выпущу Очень насыщенное И важное видео О том Как некоторые страны Уже готовят Инфраструктуру Для внедрения биткоина Да Даже не криптовалют Или своих ЦВЦБ А для внедрения Биткоина И когда это видео Будет готово Я оставлю ссылку на него В описании под этим На этом все Меня зовут Богатейший Ди Увидимся В новых видео До скорого Субтитры сделал DimaTorzok